...языках, на которых они выпущены. И начать надо с этого. И там в том числе есть технологии, книги технологий. С этого начинаем. Причем многие, вот вы спрашивали про детей, могут ли дети. У нас есть случаи, когда дети даже до школьного возраста осваивали эти технологии и успешно, например, регенерировали свои удаленные хирургические органы. Дети. То есть есть на практике какие-то случаи. И выполняли эту работу. То есть мы стараемся адаптировать наши технологии под разных людей. И их можно взять действительно в виде брошюр и воспользоваться ими. Аркадий Новомович, вот с каждым годом растет процент раковых заболеваний. Мы уже затронули о том, что возможны лечения рака и четвертой стадии. Вот Украина также лидирует по количеству ВИЧ-инфицированных и лидирует по количеству туберкулезных больных. Каковы возможности в лечении вот этих сложных диагнозов, если мы берем рак, ВИЧ и туберкуляцию? Ну, про рак я говорил, что он вот уже... Есть результаты закрепленные. Ну, в прошлый мой приезд в мае ко мне приехал сюда из Севастополя человек, который за три года до этого обратился к нам за помощью. В Москву он приезжал. У него был ВИЧ, диагноз ВИЧ. Причем в такой стадии, когда у него на ноге уже мясо отваливалось, просто отгнивало, и была видна кость. Представляете, уже в стадии? Это некроз начался, да? Некроз, да. Вот. И вдруг он приезжает здоровый, благополучный, радостный, благодарит. Мы с ним пошли пиво, по кровочке выпили. В общем, отметили это событие. Вот это не единственный случай, когда мы, так сказать, помогали людям при спиде. Я хочу сказать, что это все решаемо, но надо на этом направлении какую-то помощь, какую-то поддержку. Понимаете, вот на Западе ее дают, и помощь, и поддержку. Там общаются с нами люди очень высокого ранга. У меня там, например, в учениках, вернее, в ученицах была и внучка канцлера ФРГ. Понимаете? На переговоры со мной, например, для работы в Америке приезжал советник американского президента. То есть уровень общения там задается очень высокий. Они считают, что это вот то, что мы делаем, значит, переговорный процесс надо поднимать вот даже на такие уровни, как советник американского президента. Вот это был конкретно очень известный и уважаемый ученый в мире, Вальтер Фон Киппель, ученый-ядерщик, автор мирных инициатив России и Америки, которые вот проводил их в свое время. И вот он приезжал и общался. Не в Кремль пошел, не куда-то еще, а пошел вот. И несколько часов мы с ним разговаривали с помощью ведущего специалиста Института молекулярной биологии Андрея Игоревича Политаева, который в совершенстве знает английский язык. Он был нашим переводчиком на этой встрече. Да у меня тогда следующий вопрос. Я уже вижу, что по результатам за рубежом достаточно хорошо есть закрепленные случаи. Все. Вот насколько учение древа жизни, это по сути очень интересный симбиоз и лучших мировых духовных практик, и ваших новаторских идей, но никто не отменял наш славянский менталитет, где под лежачий камень вода не течет, и работа не волк в лес не убежит. Вот насколько учение древа жизни адаптировано к славянскому менталитету для нашего, не человека с ученой степенью, а вот обычного жителя. Ну мне трудно, понимаете, у нас когда уже пошли успехи по регенерации органов, я просто как пример, к нам пришли из Института транспортологии целая делегация, три специалиста ведущих, они пришли от академика Шумакова, и они сказали, да, мы знаем, что у вас вот такие замечательные успехи, что вы регенерируете органы, которые были хирургически удалены, но у нас к вам вопрос, а кто вам это разрешил? То есть они не спросили, как мы это достигаем, их это не интересует, их интересует вопрос, а кто вам разрешил? Они объяснили, это же наша область, тут все эти кусочки пирога поделены, а вы вот как бы вторглись на наш кусочек пирога. То есть это и показывает, отображает картину нашей... Я поэтому и говорю, вот наш менталитет, да, и в каких условиях работы. Я 15 лет вот все это делал в России, и там тоже достижения, конечно, большие, но поддержки государственной никакой не было. Мы собрали международную, вернее не международную, а всероссийскую медицинскую конференцию. Определенными силами, определенных академиков это было сделано, и это было в 2007 году, в мае 2007 года, в Российской Академии Наук, в президентском зале, президиум РАН. Я делал доклад об этом, со мной сидел рядом из нашего Министерства здравоохранения, начальника управления, и шептал, все, Аркадь Иванович, мы только теперь на вашем направлении собираемся. Мы соберем любые средства. Скажите, сколько вам миллиардов надо? 10 миллиардов? Больше миллиардов? Давайте. Я говорю, какие миллиарды? Какие миллиарды? Здесь же кодирование процессов, которые, так сказать, сама хромосома разворачивает в организме человека. И как только я вам сказал, что денег не надо, у него глаза погасли, ему было бы дальше больше уже неинтересно. Почему? Потому что если миллиарды, значит, можно как-то распределять. А если миллиардов нет, чего делить? И зачем тогда поддерживать такое странное и неинтересное в финансовом плане? Что это за бесплатное такое у нас дополнение? Ну вот мы так вот, к сожалению, в России вот и живем. Смотрите, вот вы рассказывали о регенерации, процесс регенерации, ну, действительно, звучит как волшебство. Вот какие успехи в данный момент в этой области, каких высот можно добиться? Регенерация, это вообще сейчас у нас как бы одна из самых таких технологий отработанных. Я не всегда даже, вот, к сожалению, знаю об успехах, которые вот статистически есть, но то, что мне известно, это тысячи уже случаев. А почему не знаю все? Потому что все время приходят такие сообщения. Я применил ваши технологии, в том числе и здесь вот применили, уже в Одессе. Вот мне сейчас по дороге сюда уже рассказывали о регенерированных органах. Мы слышали здесь в студии о том, что аппендицит в возможном масле. То есть люди сами применяют и достигают. И я вот эту статистику вообще не знаю. Но я никогда не огораживаю эти технологии. Я все время и раньше говорил, и сейчас повторяю. Это для всех людей. Я не собираюсь сделать из этого какой-то вот свой огород, потому что это касается здоровья людей, это жизнь людей очень часто на этом. Поэтому я отдаю эти технологии, которые мы наработаем, в самое широкое распространение. В виде книг, брошюр, которые передаются моими учениками. И никаких претензий по поводу того, что люди вот применили, выздоровели, и давали мне за это какие-то деньги. Нет. Выздоровели. Мне привез еще целый ряд фильмов. Причем вот тот самый фильм, который вот я вам рассказывал, где врачи, неожиданно применив вот наши технологии, получили результат даже по раку четвертой степени. Вот этот фильм «Тивили видение Озерска» сделала. Этот фильм тоже привезен. Там врачи говорят, они просто кричат с экрана своим коллегам, говорят, надо немедленно все это изучать. Хватит отворачиваться, делать вид, что этого не существует. Скажите, Аркадий Новомович, лечение человек может проводить самостоятельно дома? Или нужно ходить там постоянно на встречи? Если ты прошел первичный курс получения знаний, вот когда человек начинает чувствовать, что знаний ему, предположим, не хватает, обращается к учителю для того, чтобы пополнить запас духовных сил, но после выздоровления мы все знаем, что человек добился каких-то результатов, уже рад и все на этом остановился. Это тоже, опять же, присуще нашему славянскому менталитету. Насколько важно человеку постоянно поддерживать развитие знания? Я думаю, что надо постоянно поддерживать. Я вот этим и занимаюсь. Почему все это и достигается? Потому что для меня это стало смыслом жизни. И смыслом жизни является не цель пути, а сам путь. Понимаете? Цель, ну что, пришел и все кончилось. Огляделся, я цель достиг. Сел на камень и думаешь, а что делать дальше? Нет, сам путь интересен. Мне интересен путь. Я никогда так интересно не жил, как последние годы. Вы знаете, наши телезрители, наверное, потому так живо отзываются на нашу беседу, потому что чувствуют в вас одесские корни. Вот мы как раз перед эфиром выяснили, что родом-то вы из Одессы, и поэтому как будет проходить ваша встреча с одесситами, что успеете дать за это время? И если немножко, вот вам самим, как чувствовать себя одесситом? Одессит это что-то особенное? Ну, в прошлый свой майский приезд, я просто маленький случай расскажу, как чувствовать себя одесситом, да? Я пошел на лиманы, и там ко мне подошли два рыбака и спросили, а где же здесь лучше ловить вот рыбу? Видно, они были не очень, так сказать, знакомы с этим местом. А я как раз там на Лузановке в свое время, так сказать, когда еще был маленьким, ну, лет в шесть с удочкой ходил. Я им говорю, вот 60 лет назад я ловил рыбу, вот там. Но они посмотрели, они, во-первых, не поверили, что мне, так сказать, где-то уже к 70 приближается больше степени чего-то. Они, видно, сочли, что я над ними насмешничаю, но я говорил правду. Но я говорил уже как одессит, то есть внутреннее чувство такое было, потому что я вот знаю, где рыбу ловить. Как встреча с одесситами будет проходить? Каков регламент у вас расписан? Ну, будут занятия, будут радость, потому что мы встречаемся, у нас отношение очень доброе со всеми. Потому что многие люди, которые приходят, они уже избавились от своих проблем, очень тяжелых. Они встречают меня всегда с улыбками и с радостью. Я тоже так же. А в какой-то мере можно сказать, что это отношение товарищества и любви. Потому что без любви в этом мире ничего не сделаешь и никого не спасешь. Любовь сама всех спасает. Это красивые слова. До какого числа вы в Одессе пробудете? Ну, вот дней восемь, наверное. Дней восемь. Денис Аркадий Наумович, мне действительно, я получила массу удовольствия от беседы с вами. И я вам желаю почаще приезжать на родину, к вашим, так говорится, историческим корням. Спасибо. И спасибо вам за то, что вы делаете. Я надеюсь, что отечественная медицина, официальная медицина, будет больше обращать внимание на те возможности, которые вы действительно подарили этому миру. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Это была гостиная на телеканале АТВ. Не переключайте, впереди вас ждет много интересного. Дорогие друзья, вот этот долгожданный момент наступил. В нашей студии ученый, писатель, доктор философских наук, автор учения «Древо жизни» Аркадий Наумович Петров. Аркадий Наумович, добрый вечер. Добрый вечер. Сказать, что мы вас рады видеть, это ничего не сказать. Сказать, как здорово, что вы с нами, это тоже ничего не сказать. Как прекрасно и громное вам спасибо, что вы приехали в наш город. Потому что ваш приезд, это очень многое значит для жизни не только одесситов, для жизни всех людей. Но Одесса безумно вам благодарна за то, что вы сегодня с нами. Аркадий Наумович, очень сложно начать эфир с вами, даже не знаю с чего, если честно. Потому что так хочется и о том, и о том спросить. И в первую очередь хочется спросить о том, о чем хотят вас спросить наши телезрители и радиослушатели. И я попробую сейчас считать их мысли, вот насколько у меня это получится, и задать вам самый первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как должен вести себя, что должен знать современный человек, и почему те знания, которые несете вы, настолько необходимы для того, чтобы человек мог называть себя человеком будущего, а не остаться где-то там позади? Ну, есть такое замечательное слово «эволюция». И эта эволюция не только внешние процессы, которые проходят общество и человечество, как гигантский суперорганизм, но и личностные процессы. И если мы в этом процессе не будем соответствовать ритму времени, который задает, ну, если можно так сказать, шаг, шаг человека в саморазвитии самого себя, то мы, конечно, будем отставать и мы будем выпадать из этого времени. Мы будем… это не значит, что человечество погибнет и человек погибнет, просто он окажется в другом времени, где-то на задворках истории. А когда мы в своем развитии соразмеряем ход с теми импульсами, которые идут, в том числе из космоса, из Вселенной, от Бога, божественные импульсы, то тогда человек идет в ногу с Богом. Он может даже забежать вперед, но если он забежит вперед с теми знаниями, которые он есть, то что он там будет делать? А отставать тоже нельзя. Вот идти в ногу со временем, в ногу с Богом, в ногу с духовным импульсом развития, вот это самое правильное, что, в общем-то, можно посоветовать любому человеку. Но это работа. Надо работать над собой. Это не просто работа, это еще и готовность, правда? Это еще соответствие. Вот я знаю, что с 4 по 10 число пройдут ваши знаменитые ступени. Огромное количество, большие аудитории во всем мире собираются для того, чтобы пройти вот хотя бы первую, там, вторую ступень. Я знаю, что вы только что с самолета, вы с Мельбруна приехали, и вообще в Европе вы во многих городах побывали, и собирали огромнейшие аудитории. Как простому обывателю, простому человеку определиться в том море предложений, различных практик, методик, которые сегодня буквально заполонили наш мир? И все говорят, обращайся, тебе надо духовно развиваться. Вот как все-таки здесь соизмерять это все? Ну, импульсы сердца, прежде всего, конечно, надо ориентироваться на то, что подсказывает душа человека. Только на это. Потому что, если вспомнить, Иисус говорил, проснитесь, его знаменитая фраза. И все начинали оглядываться, а кто спит? Вроде глаза у всех растопырены, да уж это тоже. Кто же там спит? Они не понимали, что он обращался к сознанию человека. Вот что надо было проводить. И здесь то же самое. Мы можем быть очень озабочены всякой суетой, всякими делами. Вот только что был на вашем рынке большом. На привозе? На привозе, да. Смотрю, да, город кипит. Кипит. Вот, но то ли это кипение, которое нужно, это уже другой вопрос. Да, это очень важно. Инициация. Инициация передачи энергии от учителя ученикам. Вот что состоится на первой ступени. В принципе, все ступени, это тоже сплошная инициация, постоянная инициация. Достаточно ли понимать, что происходит? Надо ли понимать? Или достаточно находиться в этом энергетическом потоке? Понимание – это уровень логики. То есть… Логика, да. Логика – это лаборатория духа. Это важно. Человек вырабатывает интеллект благодаря этому. Но это не главное. Потому что главное – это душа. И раскрытие души от учителя идут импульсы другой частоты, которые как бы делают раскачку того, что мы называем душой человека. В душе все знания. Раскачали, открыли вот этот вот цветок души. И всё. Знания потекут. И человек получает такое явление, как чувство знания. Он начинает скрывать сам себе ответы. Яснознание. Конечно. Но правда ли это, что действительно… Ну, я знаю, что это правда. Это больше такой риторический вопрос. Что человек, попав в ваши вибрации, тут же свои поднимает. Причём не на какое-то время. А значительно поднимается его уровень. Вот буквально почти мгновенно. Ну, вы знаете, есть такая пословица. С кем поведёшься, так тебе и надо. Поэтому все люди, которые занимаются духовными практиками, они, собственно, поддерживают друг друга и поднимают друг друга. Это нельзя вот так сказать, что только от меня это зависит. Это благодаря мне. Собираются очень много светлых людей, наполненных любовью, симпатией друг к другу. И без любви ничего не сделаешь, да? Это правда, да. Без любви просто… Потому что те уроки, которые я проходил внутри себя, я же помню слова Отца, Бога, я имею в виду, когда сказал, вы без любви никого не спасёте, любовь сама спасает всех. Вы знаете, какие простые слова, но в то же время какая глубина смысла. И вот когда Он даёт вот эти вот слова в человека, они его заполняют, они в нём звучат, потому что, видите, вот я их тоже сказал, они на мне звучат, потому что… И значит, человек меняется. Отец меняет нас. Мы тоже передаём к нему слова, тоже меняем кого-то вокруг. Кстати, на эти занятия сейчас едут люди за границей, в том числе и за Англией. Я знаю, и англичане приезжают, и москвичи приезжают. Вот как казалось бы, вы москвич. Он был вот, когда летел сюда, ко мне подходит, здоровается, говорит, значит, мы к вам не заметили. А мы на ваше занятие из Москвы. Здоровский, дорогие друзья. И всё-таки Одесса у нас чудесная, как здорово, как прекрасно, что вы в нашем городе, и вы его не забываете. А у вас, дорогие друзья, уникальная возможность, просто вот слушайте своё сердце, мы принимаем звонок, говорите, пожалуйста, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый. Уважаемый Аркадий Наумович, Я хочу вот узнать ваше мнение. Я вижу время наперёд, час наперёд. И каждый день у меня. Спасибо. У нас такой вопрос сегодня уже был, кстати. В людях просыпается очень много скрытых до этого возможностей. Ведь человек – это существо космического масштаба. И мы, к сожалению, не знаем своих собственных способностей. Помните на вопрос одного человека, который был обращен к своей бобе? «Ты Бог?» Он спокойно ему ответил. «Да, я Бог». Сделал большую паузу, сказал. «Но ведь ты тоже Бог. Разница между нами лишь в том, что я знаю, что я Бог, а ты не знаешь, что ты Бог». Вот то, что у вас просыпаются такие проскопические возможности, видите, вперёд, это естественно. У меня тоже были такие случаи, когда мне показывали целиком события, которые должны были наступить через какое-то время. Я их записывал, потом они точно происходили, и мне можно было сверить это всё с теми записями, которые я делал. Так что я думаю, что у людей, у многих людей просыпаются очень необычные способности, но это же и приятно. Это здорово. Это означает, что слова Аркадия Новича о том, что «поспешите, не отстать от времени, это так важно. Поезд может просто уйти, и вы останетесь на перроне». Это важно, чтобы вы сейчас уже это прочувствовали. У нас есть следующий звонок. Говорите, пожалуйста, добрый вечер. Алло. Алло, добрый день. Добрый. Говорите. Добрый день. Добрый, говорите. Аркадий Нович, я занимаюсь тонкими энергиями и сосчитал с вас, что у вас четыре энергии всего. Спасибо вам огромное за ваш подсчёт, мы очень вас вам благодарны. Какие наши годы, наработаем ещё. Конечно. Дай Бог, чтобы у вас больше было энергии, мы за вас очень рады, может быть, у вас их тысячу. И это прекрасно, дорогие друзья. Ведь когда мы прекратим делить количество энергии, считывать там, то есть себя надо сначала считывать, правда? Вот почему люди иногда не понимают, может быть, что нужно весь мир в них самих, правда? Дело в том, что многие люди путают цель пути с самим путём. Вот когда цель достигается, ну, человек ставит себе, допустим, 10 энергий или 110 энергий, наступает такой момент, он достигает этого. Садится и думает, а что же дальше? Вот у меня 110 энергий, что с этим делать? А я к этому прохожу совершенно по-другому. Мне нравится сам путь. Мне нравится, что я на этом пути встречаю очень много разного. И не только энергии, информации или образы, и те знания, которые мне дают. Вы знаете, я просто хочу сказать, не только для этого мужчины, это так важно, что он позвонил, наверное, ему надо было для его развития, для всех. Когда вы, независимо от того количества энергии, наработок, получаете результаты реальные, это здорово. А если вы получаете количество чего-то, это как по фэн-шуй, да, человек вот пойдёт, накупит там звёздочек, у меня одна знакомая мастер говорила, придёт, навешает, обвешается статуэточками, сидит и ждёт. Как она говорит, чего ждёт? Понимаете, пока манна небесная на небо упадёт. Вот так вот и здесь. Дело в том, что вообще всё, что мы имеем, даже количество энергии, зависит, в конце концов, от человека. Мы можем привлечь к этому вопросу высочайший научный авторитет. Вы помните Карлсона, который живёт на крыше. Он говорил про пустую баночку с вареньем. Вот у нас есть пустая баночка. Если туда ничего не положить, то со всей очевидностью будет видно, что там ничего и нет. Нет. Потому что туда ничего не положили. Значит, это процесс работы. Конечно, конечно. Сегодня может ничего не быть, а завтра может быть очень много. Дорогие друзья, у вас может быть очень много, если вы этого сами захотите. И если вы не будете мудрствовать лукаво, а слушать своё сердце. И в конце концов, действительно, есть по образу, подобие, вибрационно люди притягиваются друг к другу. Понятное дело, что с определёнными вибрациями люди и не могут притянуться, пока их вибрации не достигнут определённого уровня. И хочется прощаться с Аркадием Наумовичем. Но мы не прощаемся, правда? А тем более и вы. До скорой встречи в нашей студии. Спасибо вам огромное. И вам спасибо. До встречи. Любые друзья, не привыкайтеся. Виктан на Порозе. Здравствуйте. В эфире ТВ гостиная в студии Мария Ковалёва. Наконец-то уже закончились все-все-все возможные новогодние праздники. И сейчас самое время подумать о своём здоровье. Вернее, как прожить свою жизнь так, чтобы даже не задумываться о каких-либо болезнях. Вот сегодня мы поговорим о нашей студии с Романом Гирейлой, действующим инструктором учения Древа Жизни, автора Аркадия Петрова. И у меня в студии Любовь Корчагина, региональный представитель учения Древа Жизни, автора Аркадия Петрова в городе Одессе. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии. Мы виделись до Нового года, звонили нам телезрители, узнавали как, что. И сегодня мы, наверное, ещё раз напомним телезрителям, кто не смотрел прошлую программу, немножко расскажем о развитии самого учения. Наверное, Роман, это больше вопрос к вам, вот о развитии учения. Как оно появилось, как оно пришло в Украину, с чего всё начиналось? Ну, началось всё с данного учения с Аркадьевом Лунча Петровым. При обстоятельствах, которые у него сложились, это момент, когда он попал в больницу, и ему стоял вопрос о удалении почки. Значит, в этот момент у него возникли, как бы, вот в таком состоянии, когда он в полусонном находился, определённый образ, заведение, он начал о них размышлять, появились мысли, тексты. Так как Аркадьевна Лунч является философом, является литератором, и на то время возглавлял в России издательство «Культура», крупнейшее, был во главе его, то он, как литератор, он начал всё записывать, начал всё изучать. Эти тексты развивались, сюжеты развивались и раскрывались в определённые знания, которые ему, как он впоследствии понял, начали передавать для того, чтобы он передал впоследствии и каждому человеку. Поэтому само развитие, как происходило с ним, вот данное учение, да, он написал книги, это «Сотворение мира», трилогия, и в первом томе, допустим, автор описывает, как всё это происходило лично с ним, и в последующих томах, как это развивалось, как давались знания, давались технологии, как в дальнейшем у него восстановилась почка, регенерировался жёлчный пузырь, была регенерация аппендикса, восстановление зрения. Вот, и потом пошёл процесс коррекции здоровья, помощи другим людям, в связи с чем и возник такой момент, что автор принял решение создать определённый, как бы вот курс по передаче знаний, это обучающий курс, где каждый человек мог бы обучиться тем методам, тем технологиям, которыми владеет он сам. Когда этот курс начал передаваться, развитие, как вы понимаете, оно непрерывно, как бы не останавливается, а движется, то в процессе передачи знаний выявлялись новые возможности, выявлялись новые технологии, которые уже обладают, ну, скажем, большей способностью, большей эффективностью помогать многим людям в решении не только вопросов коррекции здоровья, но и в решении вопросов коррекции ситуации, жизненных событий. По сути, то, что вот люди обычно называют, произошло чудесное исцеление, Аркадий Петрович смог выстроить систему, по которому объясняется, как это чудесное исцеление получить, и как взял свою жизнь. Потому что в действительности это знание, это не просто чудо. Чудо, в принципе, это то, что мы как бы не поняли, и приняли это как чудо, да? А если мы начинаем разбираться, начинаем погружаться в процесс, а как же это все происходит, то человек, который обладает пытливым умом, например, он может как бы погрузившись, понять и структуризировать определенную систему знаний, как такое чудо произошло с ним, и как оно может произойти с другим человеком. На данном этапе развития учения уже, ну, допустим, вот здесь вот есть такая небольшая книга. Это книга фактологии, где сотни случаев, которые взяты из тысячи случаев, которые уже накопились по исцелению, по восстановлению людей, по коррекции здоровья, по коррекции событий, и люди, которые здесь описывают свою ситуацию, есть и простые люди, есть и знаменитости, которых знали и в Советском Союзе, которых знают и сейчас. Поэтому, как бы, система развивается очень эффективно, очень приносит много пользы. Сейчас очень большой процесс идет не только в России, не только в Украине, идет и в Европе, в Германии, в Италии, в Швейцарии, в Швеции. Вот Аркадий Иванович в феврале месяце вылетает работать в Австралию. Там процесс идет очень мощный, потому что это и средства массовой информации, это и телевидение, и газеты, и перевод книг «Сотворение мира» на немецкий язык, перевод сделан на английский язык, планируется перевод на французский. Сейчас работает итальянское издательство по переводу на итальянский. В общем, идет очень большой, как бы, ну, можно сказать, такой процесс, где в этот процесс, в первую очередь, вот, допустим, если взять в отдельности, чем отличается он там, то в первую очередь сейчас пошел поток врачей, поток докторов на обучающие эти семинары, где у них после этих семинаров они начинают применять технологии, применять эти знания, и у них начинают восстанавливаться эти пациенты, даже которые они не могли восстановить до этого. То есть начинают применять уже в традиционной медицине доктора, скажем так. Да, потому что есть и частные клиники, есть и клиники государственные, но процесс связан с сознанием человека, с его развитием. И когда человек начинает понимать, как его сознание может оказывать воздействие, ну, допустим, там, на биохимию, оказывать воздействие на свои же клетки, оказывать воздействие на ситуации, потому что человек же их вначале промысливает в себе, а потом только он принимает решение пойти и сделать. И вот само построение, понимание человеком, как работает его сознание, то, что раньше было, ну, очень, как бы, непростым таким предметом, да, для общения, и многие школы психологии трудятся над этим, ну, много кто в мире трудится, то уровень знаний, который дается Аркадьеву Ильичу Петрову, он позволяет глубже понять, вот тот инструмент, который дан человеку, если прямо говорить Богом, и каждый человек им пользуется изначально. Что бы мы ни делали, мы все делаем изначально своим сознанием. После этого мы уже проявляем это как во внешней реальности, так и по отношению своего внутреннего мира. Вот сейчас нас слушают телезрители, кто из Одесситов сейчас смотрит, и заинтересовался. Любовь, наверное, вопрос больше к Вам, как к региональному представителю. Вот человек сейчас заинтересовался беседой, думает, а где мне узнать поподробнее, куда заходить, на сайт, ждать какого-то семинара, ждать, может, когда приедет сам Аркадий Петрович и расскажет, вот какие ближайшие планы и как все это организовываться будет в Одессе. Да, Машенька, поняла. Значит, приезд Аркадия Новымыча Петрова мы ожидаем в Одессе 2 марта. 2 марта мы хотим пригласить его в прямой эфир на Вашу студию, где Аркадий Новымыч ответит на вопросы и Ваши, и телезрителей. Но, как правило, мы готовим людей к приезду Аркадия Новымыча, потому что во время его приезда Аркадий Новымыч уже проводит в Одессе определенные ступени. А что такое ступени? Ну, наверное, это определенный этап более глубинного изучения себя. Но к этому этапу нужно подойти. Поэтому в Одессе предварительно проводятся базовые курсы. На прошлой передаче мы как раз рассказывали, а такие базовые курсы проводит, допустим, Роман Николаевич Гирейлов. Гирейлов в Одессе уже третий год. В этом году, в прошлом году у нас появился еще один преподаватель. Он приехал из Смельницка, это Павел Петрович Моисеев. Поэтому в Одессе работают на сегодняшний день два преподавателя, которые постоянно проводят базовые курсы. Перед базовым курсом люди, которые, допустим, сейчас увидят телефоны, прочитают название сайта, мы приглашаем на беседу. На этой беседе мы рассказываем, какие есть книги конкретно. Это трилогия. Вот такие вот книги. Их три. Это не только прочтение. Это уже своеобразные технологии, которые человек читает и тут же их пропускает через себя. Допустим, у меня такой был случай. Моя подруга, мы много лет знакомы, я ей рассказала об учении. Она прочитала трилогию. Кое-что поняла, кое-что не поняла. Были не очень понятные отношения с дочерью. Дочь увидела книгу, тоже прочитала. И говорит, она один раз ко мне подсела. Мама, а как ты вот это поняла? А вот это тебе понравилось. Она мне звонит. Ты представляешь, меня книга подружила с дочерью. Ничего себе. Вот такой процесс единения и понимания пошел во время чтения книги. Есть, вот сказал Роман, вот такая книга. Книг очень много. Вот эта книга, мы как правило уже древо жизни, мы ее рекомендуем, когда люди прошли базовый курс и начинают уже работать по технологиям. То есть я правильно понимаю, прежде чем идти уже к Петрову, надо прийти подготовленным, чтобы не начинать все с нуля, потому что человек приезжает не так часто. И редкий случай, когда можно действительно побеседовать и побывать, увидеть человека лично, надо прийти подготовленным. Ну плюс, Машенька, мы еще каждую неделю проводим в обязательном порядке клубные занятия. Люди, собираясь на этих клубных занятиях, мы друг другу помогаем и осваивать технологии, и как проходят эти технологии, что ощущает человек, что он понимает из того, что он пережил. То есть интересные, все занятия очень интересные. А вот с людьми, которые просто хотят ознакомиться, что это такое, у нас есть предварительные беседы, занятия. И сейчас как раз время, когда люди могут прийти, познакомиться, посмотреть книги, приобрести их, попробовать, те же технологии. Значит, у нас нет инструкторов, инструктором является Роман, но у нас есть люди, которые занимаются уже этим два года. Люди разных возрастов, люди приходят очень интересные и в возрасте, и молодые, и 80 лет, и 40 лет. Но мы в прошлый раз выяснили, что старости не существуют, я помню, как и сих пор. Поэтому каждый из них очень интересен с позиции принятия себя, как он понял, что у него получилось. Он этим делится. Поэтому приглашаем. Значит, когда приедет Аркадий Наумович, то есть приедут к нам в Одессу преподаватели региональные. Будет преподаватель и с Севастополя, и с Чернигово. Вот. И людям предоставится уникальная возможность, я считаю, потому что есть два преподавателя, приедут еще преподаватели. Кто-то прошел базовый курс у Романа, кто-то прошел базовый курс у Павла Петровича Моисеева. Я приглашаю, ну, по крайней мере рекомендую от чистого сердца, пойти на мастер-класс каждому из преподавателей. Потому что каждый преподаватель, он вносит свой штрих. В то знание, которое ты вроде бы познаешь, но познаешь себя. И вот эти добавить новые штрихи от каждого преподавателя предоставляется возможность вот такая во время приезда Аркадия Наумовича Петрова. Роман, у меня еще вопрос такой к вам. Вот сейчас телезрители тоже смотрят, и чудесное исцеление они, естественно, запомнили. Но именно саму систему, вот как происходит коррекция здоровья. То есть с чего все начинается? В учении древа жизни, как это все устроено? Человек обнаружил проблему, и все, он понимает, что уже надо с этим что-то делать. А куда идти, как идти, и сколько времени у него на это уйдет? Станет ли это его стилем жизни на всю его последующую жизнь? Или это он один раз пришел, послушал, и вдруг там выйдет здоровым? То есть как все вот устроено? Ну, так как каждый человек разный, каждый привык решать свои задачи. Я не буду говорить слово «проблема» по-разному. Вот, если человек выбирает путь, где он хочет решить свой вопрос через развитие, через расширение своего сознания, через возможности, которые есть лично в нем, как в человеке заложены, то здесь, на данном пути, предлагается возможность, допустим, прохождения того же базового курса. Это уже базовые методы, где человек начинает работать и по коррекции своего здоровья, и по коррекции своих событий. Вот, про чтение, допустим, вот, Люба говорила за трехтомник. Были ситуации, которые потом рассматривались учеными, потому что люди просто некоторые ложили, ну, скажем, вот у женщины была конкретная ситуация, где у нее была отсохшая рука, она ложила руку на этот трехтомник, и с концентрацией, что рука восстановлится. Через два месяца она приехала в Москву, на этих трехтомников купила всем своим родным, близким и знакомым. Просто, как говорится, несколько таких больших коробок. То есть была положительная динамика? Увезла. Не то, что положительная динамика, а полностью восстановление руки. После того, как такие случаи стали происходить, потому что автор, как бы, не рассчитывал даже на такой процесс, но книга начала работать таким вот образом, то ученые, это Петр Горяев, Полетаев, они начали отслеживать эту ситуацию и выяснилось, что есть такой процесс, как волновая генетика, да, и определенные тексты, любые тексты, да, которые пишет человек, и то, что он в них вкладывает, то, что он заложил туда, как объем знания, как объем мысли.